Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем разговаривать о важной работе. На лугу, что у опушки, живут звери в деревушке, словно в сказке все в цветах, много яблок в их садах. Там стоит у речки дом, кто же поселится в нем, знают все того соседа, поросенка не поседу. В деревушке течет речка, мостик маленький стоит, там веселая овечка, лягушонку говорит, Ох, пока сюда бежала, я устала, так устала, может искупаться мне в этой сказочной реке. Прошел дождь, а с ним гроза, вышла на лужу коза, чтобы травки пощипать, порезвиться, поиграть. У пенька я отдохну, аромат цветов вдохну, бабочки расскажут ей, где же травка повкусней. На холме живет коровка, от полей недалеко, по соседству милый котик, котик любит молоко. У нее забот хватает, сделать сыру, творога, котик прыгнет к ней в окошко, дай коровка молока. В этом доме деревянном мама курица живет, в поле зерна собирает и детишкам раздает, Чтобы были те здоровы, помогали по двору. Она любит очень-очень с гребешками детвору. А вот веселые ребята, словно солнышко цыплята, хотели в прятки поиграть, но время маме помогать. Нужно дворик подмести, в дом водицы принести, а потом все отдохнут и опять играть начнут. По дорожке из камней цокают копытца, вот лошадка удалая, бежит воды напиться. В гриву я цветок вплетаю, чтобы быть красивой, и еще букет нарву мамочке любимой. Этот мишка сладкоежка, очень любит он свой мед. Эх, полна моя тележка, но лошадка, но вперед, чтоб за день мы не успели всю деревню угостить. Слаще меда вы не ели, ну кому еще налить? Неразлучные друзья, котик и две мышки, они днями напролет шалят без передышки. То играют и поют, то стихи расскажут. Эх, веселая ребята, вся деревня скажет. Хвостик, ушки, черный нос, ходит важный пес-барбос, очень важный от того, что медаль есть у него. Ее честно заслужил, когда поле осторожил. Знаю я, не понаслышке, ох, досталось аж воришке. Вот и сказке конец.